На портал Экзегет поступил вопрос, кто такие ессеи, принадлежал ли к их числу Иоанн Креститель? Нужно заметить, что до относительно недавнего времени новозаветный текст был практически единственным систематическим свидетельством о жизни иудеев первого века нашей эры. Впоследствии, конечно, наши знания и наше понимание того, как выглядела жизнь того общества, в котором жил и проповедовал Христос, конечно, значительно расширились. Благодаря целому ряду находок, например, это документы из Каирской генизы, это ряд текстов, которые, будучи более поздно написанными, тем не менее, повествуют нам о этом же периоде, относящийся, например, к текстам толмудическим. Но при всем при том, исключительно важное значение в понимании того, как выглядела та среда, в которой проповедовал Спаситель, имеют для нас тексты так называемой Кумранской общины или Кумранская библиотека. Тексты, найденные в конце 40-х годов в Палестине и, в общем, представляющие из себя порядка 600 разной степени сохранности документов, ряд из которых относятся к ветхозаветным текстам, а ряд из них, собственно, повествуют нам о жизни некой общины, которая очень сильно отличается от всех остальных религиозных групп в Израиле. Новый Завет говорит нам о том, что израильское общество ни религиозно, ни политически не было однородным. Мы видим здесь религиозные партии, фарисеев и саддукеев. Мы видим здесь политические партии, например, Иродиан и Зелотов. А, например, Иосиф Флавий в своих текстах указывает, что существовала и еще одна группа. Ее как раз он и называет есеи. Именно с ними, ну, как минимум долгое время впоследствии ассоциировались кумранские свитки. Есеи не упоминаются в Новом Завете. Связано это с тем, что данная религиозная группа при своей исключительной аскетичности, при безусловном эсхатологическом настроении, ожидании скорейшего конца света и, соответственно, воцарения Божия, были группой чрезвычайно закрытой. Они считали себя тем самым остатком Израиля, который, собственно, единственный и несет неповрежденное истинное учение от Моисея, перешедшее к отцам, а от отцов, собственно, к руководителям ессейских общин. В свое время была достаточно популярна теория про то, что так как про Иоанна Крестителя говорят евангельские тексты, что он долгое время пребывал в пустыне до дня явления своего Израилю, как утверждает об этом Евангелие от Луки, то вполне возможно он и был воспитанником одной из таких общин, потому что тот же самый кумран — это небольшой населенный пункт, находящийся практически на берегу Мертвого моря. Это глубокая пустыня и чрезвычайно мрачные условия для жизни. Место это ессеями, кстати, было выбрано не случайно. Происходило это ровно из тех соображений, что пророк Исаия говорит, что в момент наступления Царства Божия пустыня процветет, города, полные грешниками и нечестивцами, погибнут, а там, где до этого были только песок и пепел, там потекут полноводные реки, и пустыня превратится в цветущий сад. Таким образом, ессеи, можно сказать, убивали двух зайцев. С одной стороны, достаточно четко дистанцировались от остального Израиля, понятно, что в таких условиях никто особенно не торопился селиться рядом, а с другой стороны, считайте, что занимали лучшие места в расчете на то, что скоро обещанное произойдет, и жители городов пожалеют о том, что живут в них, а им достанутся лучшие места, именно эта самая ужасная пустыня, и станет тем самым цветущим садом. Почему все-таки крайне маловероятно, что Иоанн-Креститель происходил из этой группы? Связано это, во-первых, с тем, что ессеи категорически отвергали храм и храмовое священство. В истории этой группы имел место конфликт между первосвященником, который, собственно, называется в их текстах как раз самыми нелестными эпитетами, и их учителем праведности, после которого конфликт перерос в открытый разрыв, и ессеи считали, что отныне в Иерусалимском храме происходят, ну, скажем так, недейственные или недействительные богослужения, и поэтому посещать его нет смысла. У Иоанна-Крестителя подобного рода тезиса мы никогда не встречаем. Он, точно так же, как и все остальные израилетяне, верный член израильской общины, и, несмотря на свою аскетическую жизнь и пребывание преимущественно в пустыне, никогда у него мы не слышим ни единого тезиса по поводу того, что храм незначим или культ, осуществляемый в Иерусалиме, не благословлен Богом. Второй важный момент — это уже упоминавшаяся нами изоляция ессеев. Их принципиальное желание дистанцироваться от всех остальных. У Иоанна мы видим совершенно обратную тенденцию. Наоборот, из пустыни он идет к людям, осуществляет проповедь, готовит народ к принятию мессии, и, конечно, ни о какой изоляции не может быть и речи. Толпы народа ходят слушать его, и, заметим, он находит слово для каждого. Он не просто, например, в рамках какой-то бы вот такой, да, возможной есейской логики обращается к только религиозным учителям или к людям, которые ведут исключительно праведный, с ветхозаветной точки зрения образ жизни. Он разговаривает со всеми. К нему приходят мытари — он дает совет мытарям. К нему приходят войны — он дает совет войнам. Поэтому, собственно, наверное, и не упоминаются, во-первых, ессеи на страницах новозаветных текстов ввиду своей закрытости. Они никак не обратили свое внимание на проповедь Иисуса из Назарета Галилейского. А с другой стороны, продолжая этот вопрос, по перечисленному ряду признаков, потому что Иоанн не отвергает храм, не отвергает израильский культ, наоборот, принципиально обращен к самым простым чадам дома Израилева, там мы можем сделать вполне закономерный вывод, что сам предтеча Господень никогда не был соотнесен с рассматриваемой нами сегодня есейской общиной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...